всем привет дорогие подписчики зрители канала с вами локи мы продолжаем карьеру за роли диасов и к 24 карьера за игрока и сегодня нас ждет 1 8 лиги европы также мы встретимся с лидерами турнирной таблицы у нас сегодня игра с бенфикой и свиторией что-то опять просимулируем я имею ввиду какие-то матчи с командами из нижней части ну а вы поддержите все это дело своим лайком усаживайтесь поудобнее если здесь впервые то обязательно подписывайтесь на канал также не забывайте заглядывать наш телеграм там вы всегда будете в курсе выхода новых серий анонсов уведомлений все будет под рукой также иногда там проходит голосование опросы много всего интересного ну а также в закрепленном комментарии ссылка на мой второй канал с прохождениями у названия фандом лига там у нас сюжетные игры абсолютно разных тематик так что тоже всем буду рад и мы отправляемся на первую игру против витари она сейчас на четвертом месте не так далеко от нас наша команда чуть-чуть подустала но я надеюсь хватит сил и поехали я думаю что до конца уже этого сезона в спортинге осталось буквально пару серий все будет зависеть наверное исключительно от того как будет выступать наша команда в лиге европы нам нужно забить один гол или отдать голевые 2 не проиграть матчи и получить довольно высокую оценку ну что посмотрим на что способна виттория хорошая передача ронни диас удар в дальний но левая не рабочая но пристреляться тоже нужно хорошая передача можно сразу ударить поворотом голкипер витторий справился с ударом здесь хотя бы уже мяч пошел створ 20 минута мяч от штанги по моему залетает ворота здесь по углам раскидали посмотрим повтор до штанги мяч заскочил в сетку но и вот тоже момент с рукой я не увидел я имею ввиду повтор его просто скипнула а то мне предъявляет о том что я скипаю мал моменты специально чтобы не показывать руку ронни диас попробуем убежать получится здорово диас а теперь надо забить это 11 ронни ди двадцать седьмая минута рон диас неплохо здесь через дугласа на фланг разыграли диас удар по воротам штанга вот от нашей штанги мяч к сожалению не залетает в сетку 4-3 по ударам в первом тайме 1-1 по счету соперник забил с пенальти мы буквально в следующей атаке смогли прорваться и забить гол с игры неплохо ну ну сантуш прокинул мяч на ронни ди тот буквально на ленточке сохраняет мяч хорошая передача удар по воротам есть тринка убил с разворота но голкипер дотянулся на вес штрафную диас уха здесь чуть от защитника не залетает мяч ворот это отложенная карточка когда был грубый подкат против мориты подача в штрафную ну как ну как ты так пропускаешь что защитник был продавлен что вратарь простая подача им ну и здесь здорово здорово действовал футболист виттории не снова провал в обороне еще один удар и 31 это уже финальная точка виттория у себя дома обыгрывает нашу команду не забирает три очка удар они диаса прямо в руки смотрим сколько добавит главный арбитр я не думаю что очень много одну минуту она уже почти истекла и ребята мы проиграли мы на третьем месте виттория нас обошла на одно очко но у нас игра в запасе также как у порту и бенфики сейчас у нас игра против боа вишты и ее мы просимулируем как я и говорил с такими командами у нас во втором сезоне симуляция смотрим победа 31 и диас забил один из голов ну а друзья и пара 1 8 лиги европы и мы попали на неоднократного победителя этого турнира на севилью вот такие вот пары у нас есть здесь как мы видим есть наполи есть милан есть астон вилла есть например тоттенхэм боруся мюнхен гладбах таких довольно сильных команд хватает но посмотрим получится ли у нас что-то показать в 1 8 или мы уже вылетим и скорее всего следующая серия будет уже финальная в спортинге будем смотреть что будет ждать нашего футболиста дальше ну вот так вот выглядит наш состав хотя бы здесь мы полный сил и ребят погнали первая игра у нас дома мы прошли фрайбург прошлой серии и это было непросто каждом матче мы забили по пенальти и прошли за счет этих голов нужно сделать четыре передачи на половине поля соперника 60 процентов владения мечом и оценка не ниже восьми с половиной но иногда так бывает чем серьезнее соперник тем легче дается игра что сейчас получится показать против севильи узнаем вы посмотрите как здорово как технично они быстро перепасовываются дошли уже до нас штрафной вас под удар удар есть и первый угловой первый момент за гостями шестая минута здорово но вы теперь попробовать убежать идея здесь сможет это сделать ребята это как раз таки его хлеб рониди забить в дальний чуть-чуть свалился мяч к центру здорово протаскивает мяч если сейчас пойдет подача это может быть опасно подача есть удар по воротам тоже 1-0 мне почему-то сразу флешбэк матча с виторией это напомнило мариана диас забивает первый гол и снова наши три центральных защитника просто ничего не могут сделать второй матч подряд нам забивают с навеса это 17 минута и севилья повела еще одна подача этот толчок спину не это опасный штрафной но нет арбитр посчитал что соперник нарушил правила классно и сразу в центр и снова долго ну вот отличает что ребята наверное команду которая выигрывает и наш клуб это вот долгое принятие решения я понимаю что сложно требовать игру манчестер сити от наших игроков потому что ну рейтинг у них невысокий о компас и снова подача сегодня раз за разом вот так вот соперник проводит атаку они просто бегут по флангу а дальше навес и попытка удара 31 по ударам пользу севильи не так пока все страшно один гол мы пропустили нужно постараться ребята постараться забить но вот сейчас ронни ди попробовать убежать гудель явно не догонит ронни ди забить 1 1 вот так вот только нужно искать свои моменты ребята пытаясь убежать от медлительных защитников ну и здесь очень сильно повезло что ронни ди попал створ ну и вот смотрите уже ничья вроде стало попроще и вроде как все начинается заново ронни ди классно классно все сделали и в центре в центре есть партнеры ну же навешивай пенальти это ребята пенальти если бы не рука капитана севильи гуделья тонн ну вы сами видите здесь отрицать руку просто было бы глупо если бы не эта рука то мяч дошел бы до нас я там уже мы бы били и один на один ронни диас 21 21 друзья мы выходим вперед и ронни диас делает дубль иногда немножко везение должно быть в первом тайме у команды особо игра не шла но во втором мы нашли пару моментов и ронни диас забивает спинки переигрывает он наваса им тот упал в угол у меня вот были варианты пробить либо вправо либо по центру я решил ударить по центру и не прогадал а все опять таки началось хорошего отбора на фланге как 10 разобрался в центре пошла подача без привозиков ребята без привозиков мы сегодня и так уже один пропустили с навеса ронни диас забрасывает снова на тринкау тринкау начал как-то поживее действовать но вот здесь марита к сожалению пас сделал не в ту зону а кампас переводит на педросу налево час немножко провалилась наша оборона подача удар головой мяч пролетает мимо но здесь в стиле ван перси летел и классный пас диас марита на дальних фланг на дальнем фланге подачи на мариту а он не поспевает а здесь тоже продавливают и все звучит финальный свисток дома благодаря двум голам ронни диаса мы проходим пока что спор севилью но у нас еще ответ на игра на выезде ну а в чемпионате мы смогли подняться на первое место но как мы видим у нас равенство очков спорту два очка витарий до нас и пять очков у бенфики быстро симулируем тур в чемпионате смотрим как игра завершилась это победа 21 ну ну санту же делает дубль мы прокачали немножко силы удара и удары вверхом и у нас уже 85 рейтинг я считаю что за два сезона в спортинге это ребята очень круто и вот теперь как раз после этого сезона как бы он для нас не закончился мы можем выбирать уже хорошую команду где по идее должны быть основным игроком ну а вот и ответ на игра против севильи здесь уже наша команда чуть-чуть подуставшая и постараемся все же дать бой погнали первом матче к сожалению было очень много моментов у севильи когда они именно навешивали с флангов и наша защита здесь особо никак не могла с этим справиться и от нас ничего не зависело нужно сделать 4 передачи на половине поля соперника 30 процентов обводки и оценка не ниже восьми с половиной мы начинаем с центра мы играем в гостях и пока у нас есть минимальное превосходство над соперником в один мяч передача в центр опасно удар рикошет и угловой ведь тинья на десятой минуте уже пробил поворотом еще одна подача но здесь вратарь молодцом педроса разгонять сейчас атаку подачи на линию штрафной удар поворотом есть наш галкипер на месте а зато здесь здорово ну ну сантуш передача на ронни диаса и вратарь спасает марита от двух ушел подача ронни ди все проскочили мимо там каким то просто чудо мяч зацепился за защитника и у нас 10 минут остается в первом тайме ронни ди кик в центр тринкау одним касание передача дальше марита чуть чуть долго а представьте если бы это закончилась атака взятием ворот вот это было бы красиво и вот казалось бы мы больше доминировали в первом тайме но по ударам 3-2 в пользу сивили классная передача рибейра по спяточкой пенальти нет нет просто отскок и педроса забивает гол на 61 минуте здесь мне кажется многие подумали что будет пенальти но нет здесь даже видно в ногу мяч попал но как-то выключилась команда и галкипер уже спасти не сумел у нас ничья у нас 2-2 и полчаса основного времени черпачок в страфную сивилия начинает добавлять они забили почувствовали вкус голов и готовы готовы идти вперед тринкау попробовать выиграть ну накрывай накрывай соперника здорово диаз ну ну сантуш пару минут до конца основного времени ну вот здесь ну почему марита не забросил а сделал пас по земле на одну минуту добавил главный арбитр замена в обеих командах на стринкау поле покинул прокидывает мяч дальше ронни ди ну же кати в центр забить ну как так ребята ну с таких моментов нужно реализовывать опасный момент галкипер хорош пара минут до конца первого тайма был момент у нас был момент у соперника еще по одной замене возможно уже тренеры готовятся к серии 11 метровых опасная скидка галкипер потащил если бы сейчас пропустили это было бы очень обидно диаз марита толком не попал по мячу ну и все ребята пенальти севилья бьет финальти наш галкипер угадывает угол но не дотягивается до мяча ронни диаз он берет разбег бьет поворотом и забивает лукас о кампас он тоже точен разбег удар навос угадывает угол но не дотягивается сусо наш галкипер взял вот это хорошо ну ну сантуш переиграл навоса разбег удар баку забивает и снова снова точно если сейчас соул не забьет или вытащит наш вратарь мы проходим дальше но он переигрывает нужно просто забить нужно просто ребята забить разбег удар гол мы в четверть финале лиги европы мы выбиваем севилью по серии одиннадцатиметровых ударов это ребята это было волнительно но мы справились больше всего наверное я боялся если мы пропустим просто в дополнительное время это было бы самое наверное обидное после победы в первом матче ну и по серии одиннадцатиметровых приятно обыграть такого соперника смотрим кто прошел дальше брайтон на удивление делает сенсацию проходит тоттенхэм мы по пенальти проходим севилью генк обыгрывает аек загребская динамо проходит борусь сменхен гладбах тоже довольно удивительный результат напали уступает андер лехту что тоже интересно милан громит фейнорд и астон вилла уступает лилю в общем очень много интересных и неожиданных результатов мы пока лидируем в турнирной таблице у нас еще игра в запасе но она с бинфикой и это одна из команд которая тоже лидирует в турнирной таблице поехали ребята поскольку у нас чемпионате осталось не так много интересных соперников возможно следующая серия будет как раз таки завершающая в этом сезоне нужно нанести два удара по воротам забить два гола отдать две голевые и оценка не ниже восьми с половиной бенфика на пособок к нашим воротам удар есть рикошет и пенальти но в чемпионате нам пока сегодня не везет с виторией уступили ну и сейчас с бенфикой ранний одиннадцатиметровый Жао Марио у мяча разбег удар вратарь красавчик но после серии одиннадцатиметровых ударов с Севильи он как-то знаете воспрял духом у нас двенадцатая минута подача в штрафную и здорово здорово на Диаса тут он корпуса мяч укрыл пытался переложить быстро мяч не получилось зато вот здесь продолжается атака Ронни Ди заскакивает штрафную Диас удар в дальний мяч пролетает рядом с воротами обидно нам вот теперь нужно нужно через фланг просто нестись в атаку Ронни Ди прокидывает мяч дальше уходит Диас и гол Ронни Ди забивает на двадцать восьмой минуте здесь уже как в матче с Виторией мы не пропустили с пенальти и нам не пришлось отыгрываться здесь мы уже выходим вперед и это делает Ронни Диас ну ну Сантуш отборолся у собственных ворот нашел пасом Ронни Ди здесь мы выполнили задачу центрального нападающего мы прорвались к воротам и забили гол Жао Марио на коротке разыграли удар прошел но вратарь спокоен Диас можно сейчас подавать центр подача есть и не забивает ну ну Сантуш шестьдесят шестая минута Бенфика снова пыталась прорваться два наших защитника просто мяч подарили и атака соперника продолжается удар есть и мяч залетает в ворота 1-1 чуть больше двадцати минут остается в этой встрече Бенфика сравнивается ну и здесь Кокчу здорово пробил не попал в сетку наших ворот Ронни Диас набирает скорость ну ну Сантуш и Тринкао помогают ну же Тринкао здорово забегает я хотел конечно сыграть на Тринкао но Нусантуш такой момент не исполнил Морита его сбивают это пенальти ребята восемьдесят восьмая минута одиннадцатиметровый удар в ворота Бенфики это шанс ну здесь очень грубый подкат сзади и Ронни Диасу мяча разбег удар мяч в сетке я думаю что это уже победный гол в воротах Бенфики вряд ли с их игрой сегодня им хватит времени чтобы забить еще ну а Ронни Диас становится автором победного гола в этом матче ну и конечно стоит отметить Мориту который заработал этот одиннадцатиметровый стопроцентный без каких-либо вообще обсуждений Ронни Диас сделает дубль ну и смотрим сколько добавил главный арбитр это очень хороший шаг для победы в чемпионате в этом сезоне две минуты добавил арбитр одна из них уже истекла но сейчас главное доиграть спокойно просто не дать сопернику довести мяч до ворот арбитр пора свистнуть пора уже свистнуть все мы увидимся с вами в следующей серии скорее всего она будет завершать сезон в спортинге там у нас еще матчи за сборную товарищеские с аргентиной сыграем если нас выпустят в общем будет интересно вы все это дело поддержите максимально своими лайками ребят чем больше лайков тем больше желания снимать для вас ролики с вами был локи огромное спасибо за просмотр и поддержку увидимся пока пока субтитры сделал DimaTorzok и